Всем привет! Рада снова быть с вами. В последнее время я делала два небольших таких заказов Ariflame и Favone, поэтому я решила их соединить в одно видео и рассказать вам о том, что же я купила в этих двух компаниях. Если вам интересно, конечно, оставайтесь со мной. И давайте начнем. Итак, начнем, пожалуйста, с Ariflame. Во-первых, я заказала два продукта из их относительно новой серии, The One. Она довольно-таки хвалит ее, поэтому я решила все-таки что-то там попробовать. Определенно мне хотелось это сделать, и я очень долго уже была в поисках тональной основы, которая бы мне подходила именно по оттенку, потому что все тональные основы почему-то желтят на моем лице, они все для меня темные, и я все никак не могу угадать с оттенком. Поэтому я увидела эту тональную основу из серии The One. О, кстати, коробочка еще осталась, и там был очень-очень светлый оттенок, и хорошие отзывы, поэтому я все-таки решила, ладно, попробую. Вдруг все-таки это мне уже подойдет по оттенку и по своим свойствам также. И я осталась невероятно просто довольна этой тональной основой. Я не думала, что она не сможет заменить мои любимые основы, такие как Nitrogen или Covergirl, которые у меня, к сожалению, уже закончились, но она смогла мне заменить их. Она действительно не хуже, чем они даже. Это, кстати, у меня оттеночек здесь на коробочке должен быть. Парцеляновый, то есть самый-самый светлый белый, который там только может быть. Именно он мне подходит, самый белый, самый светлый, потому что у меня очень светлая кожа. Сейчас, конечно, она для меня светлая, так как у меня загарное лице, поэтому, конечно, сейчас уже она для меня светлая. Но вот когда я ее заказала, это, кажется, еще было в мае, я тогда очень активно ей пользовалась. Можно уже видеть, что я здесь довольно-таки много ее использовала. Я просто влюбилась в нее, серьезно. Она невероятно классная, она действительно хорошо ложится на кожу, она хорошо скрывает несовершенства. И что самое главное, оттенок мне идеально подошел. Он действительно такой же белый, как кожа на моем лице, и это просто невероятно классно. Поэтому, да, она стала определенным моим фаворитом. Она действительно достойна своей цены. И, конечно, Арифлейм огромнейший просто респект за эту тональную основу. Она, правда, очень мне понравилась. И вам советую. Опять же, это только мое мнение. Возможно, вам она и не подойдет. Но лично мне она подошла. Она, правда, долго держится. Она стойкая, она хорошая, она плотная. И оттенок подошел мне. И поэтому, серьезно, я пока не нашла ни одного в ней минуса. Что самое главное, здесь есть дозатор. Здесь есть помпа. Потому что до этого у меня было несколько тональных основ, у которых просто такое вот было огромное горлышко. Я поняла, что это в использовании невероятно неудобно. Поэтому решила, что буду работать только с такими тональными основами, где есть дозатор. Он очень здесь удобный. Вдает ненужное количество средства. И, конечно, это тоже огромнейший просто плюс. И сама упаковка выполнена довольно-таки качественно. Поэтому, да, я всем советую. Это действительно моя находка. Я рада, что наконец-то смогла подобрать себе нужную тональную основу. И спасибо, конечно, Ари Флейм за такую вот новиночку. Следующий продукт также из серии The One. Это карандаш для глаз. И, да, вот такой вот маленький карандашик. И это у меня в оттеночке Midnight Blue. Вот такой вот темно-синий здесь оттеночек. Я уже делала свотч. Такой темно-темно-синий. Он довольно-таки стойкий. На веках хорошо держится. Так что, да, довольно неплохой карандашик. И я тоже, в принципе, осталась довольна им. И еще один третий продукт из серии The One. Это лак для ногтей. И я, конечно, уже долго думала, покупать мне его или нет. Потому что все вообще продукты в этой серии The One, они не бюджетные. Но если за тональную основу я готова отдать эти деньги, то за лак уже как-то немножечко ты думаешь, нужен ли тебе такой дорогой лак. Ну, в любом случае, я хотела хотя бы один купить. Попробовать, действительно ли они такие классные. Действительно ли они стоят свои денег. И я решила все-таки хотя бы один взять. Довольно-таки качественная упаковка. Хорошо так лак выглядит. Написано, что он должен долго держаться. И это у меня такой довольно яркий летний оттенок. Orange. В общем, незамысловатое название. Orange. В принципе, да, я согласна с тем, что лак, конечно, не так уж и долго держится. Но хотя бы три дня он у вас продержится. Это точно. Поэтому уже, в принципе, неплохо. И цвет довольно-таки интересный, такой яркий, насыщенный. И на лето самое то. Насчет кисточки. Кстати, вот только что я открыла, у меня вот такое вот случилось. То есть буквально на ваших глазах. У меня такое, кстати, очень часто случается, когда у лака вот такое вот происходит. Отвалится сама вот эта вот верхняя крышка. Остается вот такое вот безобразие. То есть он у меня буквально слипся. Серьезно. Застыл, видимо. Как-то что-то там такое случилось. Вот. Вот такая здесь, в принципе, большая широкая кисточка, которой довольно-таки удобно пользоваться. Поэтому, да, лак довольно-таки удобен в использовании. Красивый цвет. Такой пошел запах очень приятный. Так что, в принципе, да, один купила для пробы. И с этим все. Думаю, достаточно, потому что, опять же таки, цена не самая бюджетная. И, наверное, все-таки можно что-то купить такого же качества, но дешевле. Все-таки лак это не такое прям средство, на которое нужно отдавать бешеные деньги. Но любопытство я свое утолила, поэтому перейдем дальше. Далее заказала я помаду. Она также шла с довольно-таки хорошей скидкой. Также их какая-то новая серия. Называется Lip Addict. Кстати, серия Very Me. То есть, довольно-таки бюджетные там помады. Я так поняла, это просто обновленный футляр помады. Это просто их старая помада Lip Mania они назывались. Но сейчас они обновили дизайн. И теперь она вот так вот красиво, ярко и довольно-таки круто выглядит. Мне очень даже понравился такой яркий, интересный дизайн. Как будто какая-то такая детская помада на вид. И вот такой вот здесь оттеночек. Кстати, сейчас найду, как он называется, если где-то есть. Pink Blush. Да. Я искала замену своей помады от Yves Rocher. Там был очень красивый такой цвет розы. Какой-то такой телесный, более нюдовый. В общем, мне очень понравился. К сожалению, та помада у меня уже закончилась. Поэтому мне нужна была какая-то замена с таким же похожим оттенком. Потому что я так поняла, что этот оттенок мне идет. И мне нравится, как он выглядит у меня на губах. В общем, я нашла. Действительно, оттенок очень сильно похож. Действительно похож. Чему я, несказанно, рада. Помада хорошо ложится на губы. Неплохо вообще выглядит, смотрится. Так вот, если будет видно. Довольно-таки неплохой такой нюдовый, интересный оттенок. Поэтому да, за свои деньги я считаю, что довольно крутая помада. И рекомендую присмотреться к этой вот серии. Если, конечно, это не лимитированный выпуск. Потому что я не знаю, я ее видела, заказала. А есть ли она там сейчас, не знаю. В общем, кто заказывает в Арифлейме, вам, конечно, виднее. Потому что я уже давно каталоги не просматривала. Следующее, что я заказала в Арифлейме. Это будет уже последнее, что я вам покажу в этом видео именно из Арифлейма. Это будет бижутерия. У них вышла в молодежной серии Wear Me набор колец из шести штук. Такие кольца под золото. И, собственно, мне почему-то они понравились. И я захотела их приобрести. Собственно, почему бы не. Сейчас очень модно это. И вот я уже их сегодня одела. Они надеваются на все, якобы на все пальцы. На самом деле это очень сложно, деть их на все пальцы. Потому что размер регулируется. Но все равно как-то я не смогла их одеть на все пальцы. Не знаю. У меня как-то оно не идет. Оно не особо подходит на все пальцы. В общем, давайте по порядку. Во-первых, вот такое вот здесь колечко. Все, опять же таки, как под золото идет. Вот такое вот колечко здесь с птичкой. Потом вот такое вот так же с каким-то тоже знаком. В общем, не знаю. Дальше на мизинце вот так вот сверху так же одевать. Здесь у меня два кольца. Вот можно вот видеть. Здесь вот с камушком вот такое вот колечко. И здесь просто такое вот обычное. Обычное самое кольцо. Опять же таки, эти кольца маленькие предназначены для того, чтобы их носить на верхней части пальцев. Дальше на этой руке у меня вот такое вот... Да, только что я чуть не показала некий очень неприятный жест. Простите меня за это. В общем, вот такой вот здесь листочек. И здесь на этом вот пальце какой-то вот такой типа как шип. Не знаю. В общем, что-то такое. В общем, довольно симпатично смотрится, когда я все время надеваю эти кольца. Я куда-то иду, мне все время делают комплименты, рассматривают кольца. Говорят, что красиво смотрится. И вообще, как золото прям выглядит чуть ли не. В общем, да, это довольно-таки неплохо, когда кольца так красиво все-таки смотрятся. Несмотря на то, что это бижутерия, хотя я вот заметила, что вот с этой вот стороны они уже начинают темнеть. Довольно-таки быстро уже начинают темнеть, что определенно обидно. Но надеюсь, они полностью не станут такими ржавыми. Все-таки они прослужат мне, надеюсь, что подольше. Ну, а вообще, конечно, красивые. И я получила то, что хотела. И сейчас их все лето ношу с огромнейшим удовольствием, можно сказать, не снимая. Итак, с Арифлеймом на этом все. Теперь перейдем к Эйвену. Также у меня был такой небольшой очередной заказик в Эйвене. Решила купить то, что мне действительно очень нужно. То, что действительно хотела попробовать. И все-таки, да, четыре средства я приобрела. Давайте сейчас вам покажу их. Во-первых, это пудра. Опять же таки, у меня практически уже закончилась пудра моя, которую я постоянно ношу с собой. Нитроджина. Очень жарная. Действительно просто невероятно крутая. И достать где-то, купить ее еще очень проблематично. Мне нужна была какая-то, чтобы опять же таки, брать все с собой в сумочку. Чтобы там было зеркало, чтобы там был спонж. В общем, чтобы она была удобна в использовании. И решила все-таки взять вот эту вот их стандартную пудру. Все ее прекрасно знают. Никогда раньше не пользовалась. Хотя слышала очень много хороших отзывов. У меня это в самом тоже светлом оттенке. Где-то здесь должно быть. Ну, это правда, да, фейер. Это самый-самый там светлый оттенок. Там, по-моему, два оттенка. Один такой темный, а второй вот светлый. Я взяла, понятное дело, светлый. Пудра неплохо таки выглядит. Неплохо таки сделана. Огромное вот здесь вот зеркало. Довольно хороший такой бархатный спонж. Думаю, будет им удобно пользоваться. Здесь такая вот пленочка была. Ну, собственно, сама пудра. Самая обычная, ничего особенного. Шиммера нет, что радует. И просто вот такой вот очень неплохой оттеночек. Действительно, он светлый. И я надеюсь, что мне подойдет. Так что да, я рада. Надеюсь, что она будет матировать хорошо кожу. Потому что, опять же таки, много отзывов слышала. Говорят, что она хорошая. Ложится хорошо на кожу. Матируют ее. Что еще нужно? Это самое главное для того, чтобы брать с собой в сумочку. И когда нужно, подпудривать носик. Поэтому да. И опять же таки, цена. Невероятно бюджетная цена. Я еще брала там какая-то была скидка хорошая. Поэтому да. За такие деньги, почему бы и нет, даже не думая, взяла. Далее. Два... Нет, три даже еще продукта. Из уходовой косметики уже. Хоть что-то в этом видео будет из ухода. Тоже взяла такое самое... Самое нужное. Думаю, так. Во-первых, вышла новая серия у Avon ананасовый сорбет для ног. Меня очень заинтересовал вот этот вот сам аромат, само название. Ананасовый сорбет. Такое что-то яркое, такое летнее, сладкое. Я решила все-таки попробовать и взять два продукта. Во-первых, это охлаждающий лосьон-спрей для ног. Вот такой вот в объеме 100 мл. Конечно, на лето очень приятная такая штучка. Ничего не делать, никакого толку от него нет. Просто он приятно пахнет и так приятно попшикать на стопы. И какой-то такой вроде бы как небольшой охлаждающий эффект. И плюс приятный аромат. На этом, пожалуй, все. Толку от этого спрея больше нет. Но все равно иногда, почему бы нет, можно себя побаловать. Второй же продукт. Я все-таки надеюсь, что от него будет больше эффекта. Это уже скраб для ног. Действительно, очень приятно пахнет. Пахнет таким сладеньким, таким тропическим ароматом. Ароматом ананаса. Такая очень веселая, желтая, яркая упаковочка. Очень приятно таким продуктом пользоваться. Я его еще не пробовала. Слышала о том, что скрабы у Эйвен довольно-таки слабенькие. То есть они не сильно жесткие. Но все равно, даже ради аромата, почему бы себя хоть иногда не побаловать. И решила, опять же-таки, попробовать взять. И еще один продукт. Это уже повторный продукт. Потому что я вот буквально недавно вам показывала пустые паночки, что закончила это средство и поспешила его снова обновить и купить себе новое. Это сыворотка из серии Advanced Techniques с марокканским органовым маслом. Также просто бестселлер в Эйвене. Мне кажется, я буду его долго покупать, потому что мне эта сыворотка очень понравилась. Удобно то, что здесь помпа, дозатор. Хотя я вам рассказывала пустые паночки, что где-то когда остается ее половина, то уже не выдает дозатор средства. Это довольно-таки неудобно. Приходится откручивать и выливать как-то все так, с горлышка. Но, пожалуй, это единственный минус. Так, она очень невероятно приятно пахнет, приятно в использовании. Она действительно, мне кажется, что-то с волосами делает. Она делает более такими блестящими, более гладкими. Они легко расчесываются. Поэтому да. Мне все-таки понравился эффект от этой сыворотки. Эффект от этой сыворотки. И я думаю, что буду иногда все-таки ее покупать и питать свои волосы. Потому что здесь указано, что она питательная. Всесторонний уход. Да. Не зря ее все так любят. Я тоже полюбила ее. И уже от нее отказаться реально сложно. Она действительно хорошая, достойная. И почему бы и нет, почему бы не радовать свои волосы этой прекрасной сывороткой и наслаждаться этим чудесным ароматом органового масла. Итак, это было все, что я заказала в этих двух компаниях, Арифлейме и Эйвене. Если вы, конечно же, что-то из этого пробовали, что-то любите, что-то нет, пишите свое мнение в комментариях. Будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение о том или ином продукте. Скоро с вами увидимся. Спасибо за внимание. И всем пока. Продолжение следует...